Девушки отдыхают Девушки отдыхают Их требования не выполняются, не слышатся У них нет никаких гарантий, что если они разоружатся То требования будут выполнены киевским властям Здесь к Киеву доверия мало, честно говоря Вот сейчас люди слушают российский гимн Это здесь происходит постоянно, каждый день по нескольку раз Требования все те же у людей, которые выступают со свободной трибуны В частности, держат в руках микрофон Это местный референдум Это независимость политическая и экономическая от Киева Как можно больше самостоятельности Это прекращение террора Иначе как террором не называют действия последних дней здесь Со стороны киевских властей, со стороны провокаторов В отношении Юго-Востока, иначе как террором не называют Сейчас здесь приблизительно около тысячи человек, я думаю По приблизительным подсчетам Но люди продолжают приходить Давайте послушаем, какова позиция людей, зачем они приходят Сейчас мы должны защитить себя, свою родину И есть еще такая поговорка Не бойся, врагов в крайнем случае не убьют Не бойся предать, друзей в крайнем случае не предадут А бойся равнодушных Потому что это с их равнодушного согласия происходит и убийство, и предательство Такой те не хотят, чтобы мы предали свою родину и своих детей Ну конечно новостью номер один Здесь главной темой для обсуждения остаются кровавые события В Славянске, в пасхальную ночь Вот это вероломное нападение вооруженных людей Убийство членов народного ополчения обсуждалось и накануне ночью Членами координационного штаба они вырабатывали некую стратегию План действий на ближайшие дни О полной приостановке переговорного процесса речь не идет Однако люди с оружием все-таки планируют разговаривать в мирном ключе дальше Тем не менее усиливать оборону города Усиливать оборону баррикад здесь возле СБУ Ну и на поступок к Луганску Валерий Болотов, один из членов координационного штаба Вот мы сегодня ночью с ним пообщались Сошин сказал Мы будем вести переговоры с властями Только после выполнения наших определенных требований И будем двигаться именно в правовом поле Никак иначе То есть для сохранения жизни Люди говорят о том, что, конечно, нельзя дать какую-то нормальную оценку тому, что произошло в Славянске Это выходит за рамки понимания, за рамки логики какой-то, за рамки вообще разума И, естественно, нарушает все договоренности о мире, о перемирии пасхальном И договоренности, которые были достигнуты в Женеве Они тоже в этом свете кажутся невыполнимыми дальше Никто не понимает, как можно и о чем разговаривать с провокаторами, с людьми Которые, несмотря на договоренности международные, убивают людей Вот о чем говорят люди в Луганске Вверх черты они перешли Вы знаете, когда люди ждут этого светлого праздника Эту святою ночи происходят убийства Ну, вы знаете, не знаю, вот все мои родные, все звонят, все плачут Все говорят, ну, такого не было В ближайшее время здесь планируется народный сход Люди перестали доверять областным и городским депутатам Которые, по мнению жителей Луганской и Луганской области Пассивно представляют их интересы Занимают такую выжидательную позицию Так что будут выбирать народных депутатов Будут выбирать новую народную власть Какой будет у нее статус, пока непонятно Но вполне возможно, что в ближайшие часы люди отсюда, от СБУ Отправятся к администрации Луганской области Туда же подтянутся переговорщики из небольших городов Луганской области Которые сейчас тоже там собираются И обсуждают дальнейшие действия И возможность избрания своих представителей Своих, которые будут действительно проводить идею о референдуме О самоопределении и о самоуправлении Да, спасибо, Алексей Держите нас в курсе Об обстановке в Луганске, где сегодня собирается народный исход Сторонников федерализации, нам рассказал Алексей Кручинин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok